Полеты не во сне, а наяву. Горнолыжная база Таучит-Ису в Искальдинском районе стала местом проведения зимнего чемпионата Казахстана по парапланиризму на точность приземления. В республиканском первенстве, которое стало своеобразной проверкой готовности к крупным международным стартам, приняли участие 23 пилота из пяти областей и города Алматы. О результатах расскажет наш спортивный корреспондент. Горнолыжная база Таучит-Ису уже шестой год подряд радушно принимает у себя участников республиканских стартов по парапланиризму на точность приземления. Здесь очень удобная летная площадка, подъем к месту старта, да и сам горный ландшафт располагает к успешному выполнению основного задания соревнований – маршрутному полету на высоте 200 метров с приземлением в 10-метровом центре. Соревноваться мы будем чаще, спортсменов будет приезжать к нам больше, и поэтому для подготовки к предстоящему Кубку мира, который у нас в июне пройдет, а потом затем следом чемпионат Азии, нам надо подготовить наших пилотов. Поэтому и сейчас, я говорю, приехали пилоты у нас из Актау, из Шимкента, получается, с Восточного Казахстана, с Павлодара, ну и наши традиционно сильные команды – это команда Алматинской области, команда города Алматы. На старт прибыло 23 участника, в небе одновременно парили по нескольку разноцветных крыльев. Задача – приземление на ноги на специальную мишень у подножия горного хребта. От точности попадания в мишень зависела оценка мастерства парапланириста. Среди тех, кто выполнил это условие без технических ошибок, пилоты Алматинской области – Максим Молдаванов, Алмаз Ахметов и Юрий Вершки. Парапланирный спорт очень красивый. Это своеобразное чувство свободы. Это очень здорово – парить под небесами, рассекая облака и ощущая настоящую свободу. На первый взгляд, управлять летающим крылом легко. Но когда забываешь про некоторые правила и нюансы, то может подстерегать опасность. Зато, если четко следуешь всем правилам, удовольствие от полета получаешь ни с чем не сравнимое. Среди представительниц прекрасного пола отличилась алматинка Ольга Левченко. В тройке призеров также спортсменки Алматинской области – Адель Ниязова и Зауре Бачиева. Девушки летают на парапланах уже несколько лет подряд. А потому очень хорошо знают, как выбрать выгодную стратегию маршрута, угадать погодные колебания и вовремя отреагировать на возможные изменения в атмосфере. Наряду с опытными старались продемонстрировать максимальный результат и начинающие пилоты. В этом виде спорта я совсем недавно, всего полтора года, всегда мечтала летать. Мой отец летчик-истребитель Евтушенко Валерий Михайлович, когда-то он посадил самолет без шасси заднего. И я, как дочь летчика, всегда мечтала о небе. Я могу сказать, что это самый уникальный вид спорта, потому что ни одного одинакового полета здесь не бывает. И я всегда вспоминаю слова Леонардо да Винчи, который говорил, что если ты хоть раз один полетаешь в небе, то твои глаза всегда будут устремлены туда. Уже в марте чемпионы и призеры Казахстана по парапланеризму отправятся в Шимкен для участия в Кубке Центральной Азии.